МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. Мы начинаем свою работу в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Сегодня мы с вами сможем понаблюдать за редким астрономическим явлением. Луна будет казаться ярче и больше. По словам научных сотрудников Барнаульского планетария, полюбоваться красотой суперлуния можно, если на небе не будет густых облаков. А вот насладиться красотой некогда цветущего изумрудного парка барнаульцы, если смогут, то не скоро. Сегодня состоялось судебное заседание по делу директора бывшей фирмы-арендатора Владимира Фишера. В 2017 году по его распоряжению часть парковых деревьев вырубили. Обвинение настаивает на том, что это было сделано незаконно, а городу нанесен ущерб в 15 миллионов рублей. Сам арендатор уверяет, что рубил деревья совершенно законно в рамках выданных разрешений. Сегодня, как ожидается, свои показания даст представитель администрации Барнаула. Сам судебный процесс возможно продлиться до начала лета. В случае признания виновным Владимиру Фишеру грозит серьезное наказание от 500 тысяч рублей штрафа до реального тюремного заключения. А вот алтайские грузоперевозчики сегодня обсудят возможность с перехода с дизельного топлива на газ. Благодаря этому расходы могут уменьшиться в 2,5 раза. Напомним, не так давно владельцы крупногабаритных машин даже выходили на забастовку из-за высоких цен на дизель. Здесь есть компания в Барнауле, которая уже использует данные тягачи. То есть они будут присутствовать на этой встрече и расскажут о своем опыте. Экономия же происходит в рублевом эквиваленте. А метаном будет тягач расходовать однозначно больше, чем дизель. Но цена у метана в 4 раза дешевле. На встрече сегодня будут присутствовать сотрудники ГИБДД и даже представители Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, который специально проехал из Петербурга. Планируется обсудить общую ситуацию на рынке грузоперевозок, в том числе дорогое топливо и низкие зарплаты водителей. Кстати, в конце прошлого года грузоперевозчики предлагали пойти на кардинальные меры. Поднять на 10% тариф на транспортные услуги. Но решили выбрать другой путь. Дорогостоящий дизель заменить на более дешевый газ. Подробности встречи в наших ближайших выпусках. Прямо сейчас об итогах традиционной зимней акции «Снежный десант». Кстати, уже в 50-й раз бойцы студенческих отрядов помогали жителям края убирать снег или с ремонтом домов. По словам бойцов, с каждым годом прием «Снежного десанта» все лучше. Получилось, что мы такие, кто жил в общежитии, допустим, все 10 дней. Это вот, в принципе, редкость, чтобы прожить на кроватях, вот так, как дома. То есть мы были как дома, и там на каждой селись. Обычно бойцы «Снежного десанта» ночуют в зданиях школ, в походных условиях. Так проще разместить отряд в 20 с лишним человек. Студенты рассказали, что их вкусно кормили, организовывали экскурсии по районным музеям и крупным предприятиям. В этом году в зимней акции приняло участие почти 500 студентов с Алтая и 12 регионов страны. Все 10 дней десанты оказывали жителям шефскую помощь, делились советами со школьниками, своими силами организовывали концерты. Губернатор края поздравил представителей движения с успешным окончанием десанта и днем российских студенческих отрядов. Сейчас в их строю на Алтае больше 3000 человек. Хочу пожелать, чтобы и дальше у вас в жизни вот этот вот настрой, вот этот задор обязательно был вместе с вами и давал в нужные моменты в жизни и силу, и опору определенную, и круг друзей. Впереди вас ждет прогноз погоды, а пока расскажем об одном из главных финансовых итогов 2018 года. Так вот, речь пойдет о так называемых кредитках. Банки зафиксировали рекордный всплеск интереса к ним. Чем пластик привлекает клиентов, специалисты делятся наблюдениями. Кредитные карты – это не только удобно и комфортно, но и возможность получать дополнительные привилегии. Например, беспроцентный период погашения кредита или возможность возвращать часть от потраченных средств за счет функции кэшбэк. Кэшбэк – это возможность получать дополнительный доход от совершенных покупок. Рассчитываясь наличными, таких бонусов не получишь, только картой. И в то время как одни карты дают кэшбэк по заранее определенным условиям, некоторые предлагают клиенту свободу выбора. Карта кэшбэк от Банка Восточной позволяет самому выбирать, за какие покупки клиенту вернется максимальное количество средств. Траты на автомобиль, оплата ЖКХ, походы в кафе, покупки онлайн или сразу всего понемногу. Менять категорию можно хоть каждый месяц. Кредитные карты дают возможность самому выбирать, как распоряжаться деньгами. И если вам не хватало именно выбора, обратите внимание на карту кэшбэк от Банка Восточной. Сейчас о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края по-прежнему тепло. В Рубцовске до двух мороза. В Белокурихе и Изминогорске плюс один. В Бийске плюс два. В Барнауле пасмурно и около ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Ну а полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.